всех приветствую в новом блоге девочки то тесто которое я приготовила на баурсаке я вам показал только как я замесила его но не показала как я из него формирую вот вот такие колобки и пока у меня нагревается масло раскаливается у меня будут метил колобки чуть-чуть взбухать я их обкатываю потом ну так обваливаю в муке ответить мука и потом сильно не добавляю муки чтобы у меня потом масло это не было не пригорало 7 лепешек и аста из остального теста я сделаю баурсачки смотрите какой она мягкая но она мягкая но я не она не липнет к рукам вот видите ну просто если она будет у вас слишком тугое не знаю мне не нравится она не такой будет воздушной как хотелось бы это у нас как бы традиционные лепешки джета щельпек во всех странах говорят ой во всех регионах по-разному называют кто-то говорит джета на 7 7 штук хлеба даже это надо на это хлеб и в некоторых регионах говорят где-то щельпек у меня как-то знаете я ни к чему не придираюсь я назвал как все говорят так и говорю так вот я сделала равномерные лепешечки так 37 и у меня остался вот такой кусок теста его я сейчас тоже сделаю таким большим кругом обваляю муки раскатаю и потом я его либо на треугольники либо на квадраты поделю разрежу и все и в раскаленном масле я это все буду жарить хотела конечно же это все в одном видео показать но так как хотелось ну не чуть-чуть осталось мне осталось 500 часов добрать а просмотры к сожалению очень у меня маленькие поэтому хотелось бы так свитер из мохера я не довязала у меня перед и полочку связала о перед и спинку осталось рукава и горловина но я постирала уже две детали что попробовать как получится и потом уже все потом буду уже точно уверена буду я еще таки в дальнейшем вязать свитера или нет потому что модель взята с магазина слизана с магазина слизана мной и заказчицы но в магазине она стоит огромных денег это у меня например надо связать за такую сумму один кардиган и два свитера чтобы получить такую сумму а я вяжу честно я взяла сказала цену копеечную потому что другой бы вязать вязальщик не взял бы за такую цену такую работу но я из-за того что это в первый раз вижу и если вдруг что-то не получится я могу вернуть деньги а свитер у меня останется я из-за того что впервые это вижу я как бы на свой страх и риск это пробую и поэтому я цену не стала такую божественную ставить тем более девушка мне давно заказывала фэмили лук мама дочи кардиган давно это было на ту пору когда я только-только начинала у нее дочка тогда была маленькая четырехлетняя сейчас ее дочка кажется либо восемь либо девять лет вот пять лет назад почти вот я так и делаю такими лепешечками потом раскатаю такой полсантиметровый как бы толщиной будет лепешечка все девочки у меня там обарится пшеница на коже кукурузу я уже отводила завтра уже буду все заправлять сегодня будет остывать вынесу сейчас на улицу за ночь все остынет и надеюсь завтра я все вам сниму и покажу курочку тоже замариновала сейчас вам покажу ее курица у меня здесь замаринована сейчас здесь у меня чеснок приправа для курицы и соевый соус в этом начало грудки так по грудкой полежит в этой соусе потом я переверну и так она у меня ночь будет мариноваться и потом я буду ее завтра запекать смотрите раскатала я лепешечки как видите вот 7 лепешечек они у меня небольшие вот как вот это чуть меньше ладошки это как ладошка тут и главное не в размере главное в количестве и в желании ибо усаки не стала делать очень много что потом лучше пускай будет свежая каждый раз чем она будет стоять плесневеть лучше так тут же все равно дрожжи присутствует поэтому лучше по свежий каждый день вот девочки раскатала вот я в такие пластики вот они и видите вот тут дырочки есть это уже хорошо это сейчас будет это все набухать вот сейчас это будет сковородочки мои в казанке она будет подниматься девочки вот мои баурсаки готовы только что я на камеру показала какая у меня полость я не люблю когда тут просто тесто который жуешь и жуешь мне не нравится я люблю когда у меня вот такое вот такое у меня такая лепешечка чтобы она была полая внутри вкусненькая вот некоторых вот например мой баурсак да у некоторых когда ты баурса кушаешь вот но у меня вот смотрите вот он вдувается и надувается но внутри нету теста вы видите какой пол и он полностью я всегда так делаю сюда варенье либо сгущенку ложечкой ложу и ем на мои руки не обращаю внимание это руки домохозяйки хотел сказать домработницы масло но очень очень хорошего у меня бабушка всегда говорила если у тебя масло остается от баурсаков от щельпеков на руках ты помашь на бровке они тебе будут говорить спасибо вот девочки посмотрите зацените у меня уже вечер поэтому очень тускло так темно но думаю вот сняла со штатива посмотрите красота и на завтра у меня как положено готовы и щельпеки и баурсаки и это все на наурс на наш новый год всем доброе утро у меня сегодня ночью такой не фокусируется у нас сегодня праздник праздник наурс день равноденствия и вот смотрите девочки конечно казашки но другие девочки меня поймут а девочки с европы и снг такое наверно не готовили здесь у меня вареная кукуруза желтая и белая плюс пшеничка это все белой желтой кукурузы я отварила вместе а пшеничку варила отдельно подсолила в водичку и варила как только это все у меня сварилась я потом уже все вместе перемешала и вот остудила сейчас я попробовала на вкус соль в принципе нормально сейчас я буду сюда заливать айран айран это кефир домашний на такой он кисловатый жирность у него наверное будет около пяти процентов но он такой кисленький сейчас я вам покажу как это все будет выглядеть у нас сейчас это в баклажках не разливают в банке тоже не разливают домашний кефир поэтому вот разливают пакеты их потом так дырявишь и заливаешь туда примерно у меня здесь около шести литров вот этой нашей кукурузки и сюда я залила пока один литр айрана желательно сюда наверно два три литра айрана добавить чтобы она была беленьким кисленьким и это такая как бы наподобие каши только без молока а с кефиром вот девочки всех с праздником сейчас будем уже завтракать весь мои лепешечки на ночь я их оставляла тут баурсаки вот приготовила оливьешку сейчас порежу еще сюда холодца и знаете что еще у меня есть такая штука этот творог жареные но я я не буду отрицать ой врать я не знаю точно жареный ли он так специально приготовленный ну вот это вообще творог такой спрессованный он такой на вкус сладковатый с чаем вкусно это тоже наш атрибут стала всем привет сегодня у нас 22 марта я взяла здесь сладости и пришла к своим родственникам поздравить сейчас надеюсь что они дома 22 марта на наш праздник на урус обычно все ходят друг друга поздравляют девочки я приехала к дяде домой и посмотрите у них на урус кожи совсем отличается от моего вот смотрите здесь и как я вам говорила добавляется изюм горох и надо добавлять нет 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 это не горошек это кукурузка а нет горох вот и даже есть абрикос видите и у них получился такой кисло сладковатый знаете мне иногда кажется что у нас на урус коже похож на кутья да вот на пасху делают же обычно крестным родителям крестным мамам же носят дети крестные вот как называется это каша вот на это похоже сейчас вот мне ощущение что вот именно этому кашку ем вот пришла к родственникам девочки смотрите еще у меня у дяди моя жень гешка она сама закрывает хлеб как не придешь у них всегда свой хлеб на такие булки закрывает очень вкусные я вот когда я не хлеб кушаю у меня вкус детства потому что когда я ездила маленьком возрасте она всегда вот такой хлеб пекла очень вкусно домашние сделаем своими руками а потом смотрите вот это вкус моего детства вот это казалинские конфеты это ручная работа сейчас я вам покажу сниму обертку раскрой пожалуйста вот смотрите девочки это конфеты ручной работы вкус тут такой обалденный здесь и барбарис и дюшес и все остальное смешано и вот эти наши конфеты детства были у меня бабушка такие конфеты сама делала потом заворачивала потом продавала в поезде в оральске вот посмотрите когда я сюда прихожу если он сразу запах почувствовался я как только сюда прихожу я всегда на столе вижу эти конфеты здесь я уже вспоминаю своем детстве это не такой шоколад который едят сейчас дети это самый вкусный чистый короче продукт а теперь я уже у мамы дома и смотрите у мамы моей версии о кузе вот такая как я вам говорила вчера здесь рис фасоль лапшичка домашняя и обязательно присутствует хазе это конская колбаса копченая и мясо тоже копчен полу копченые и вот горошек наш и к нему прилагается айран это домашний кефир такой домашний не магазинский его можно добавлять сюда вот такой у нас стол в принципе как и у меня будем сейчас пробовать маминку же всем привет мы уже пришли домой уже почти пять сходили поздравили моих родственников моего дядю родного по отцовской линии и заехали к маме ой баурсаков нам наложили и мама наложила и у дяди были тоже баурсаки и вы посмотрели их не коже вариант их него козья в их не состав ходила вот и абрикос и изюм потом нас еще угостили тоже одним литром козе и там другой состав не как у меня у меня более такой вариант летнего плана там у меня идет кефир айран и крупы кукуруза и пшеница и все посмотрите сейчас вам кое-что покажу мы когда ездили поздравлять моих родственников заехали в заловки домой а у них во дворе оказывается праздник на урс справляют и как у нас принято у нас это не знаю это у нас уже устаканилось так куда не придешь тебе обязательно наложат собой вот эти лепешечки слоеные я говорила не надо не надо и положили и плов вот сегодня хотела я курицу тушить вот не знаю теперь у меня столько еды и кузе кузе сам по себе считается тоже дополнительным блюдом да вот оно все-таки крупы там и кефир и ну как бы такое каша сытная каша и вот посмотрите здесь у меня плов который приготовили на костре там у них оказывается было такое они все соседи на улице они улицу дорогу перекрыли с двух сторон и решили исправлять праздник на урс смотрите вот это плов потом заехав к маме заехав к маме не лена та прекрасная женщина у которой я приобрела свою машинку брайзер киаш 360 она оказывается нечаянно забыла положить мои иглы и она через маму мне передала вот такие иголки я почему вам хочу показать девочки я хочу вам рассказать что у лены у лены даже если и говорят что машинка там например бушная они прям на девяносто восемь процентов они в новом состоянии посмотрите эти иглы даже не использовались вот запасные иглы от моей машинки спасибо большое лена то что вы такая ответственная женщина так это один как бы мой подарочек затем моя мама была в алмате в алмате она ездила на мир на мероприятие к своим родственникам там мой троюродный племянник женился и вот его девушка его жена она с павлодара и и там оказывают когда происходит этот куда лох когда все знакомятся там дают вот такие подарочки вы знаете что это я вот например не знала что такой вариант есть у нас например давайте скажу это курт у нас курт вообще в круглом варианте как вы все знаете продается и делают а там делают вот так берут и вот так пятернюю зажимают вот как кастет как нас в каменном веке же были такие эти приспособления для раскалывания дома костей черепа животных вот смотрите и тут короче есть соленый там вот соленый копченый это кажется у них сладкий запах клубники это явно киви это точно абрикос вот со вкусом короче я не я знала что есть курт там у нас версия курта есть копченые острые с базиликом короче с всякими всякими этими приправами но я люблю наш классический просто соленый куртик вот смотрите у нас завтра будет священный праздник рамадан у раза и мы будем держать пост и вот вот это классное будет дополнение вечером покушать с чаем попить просто покушать или дети будет кушать вот это мне мама привезла а потом я у дяди из дома захватила вот эти конфетки конфеты моего детства боже мой никакого чупа-чупса не надо с этими конфетками они очень вкусные вкус тут короче по цвету это барбарис белый это сахар барбарис там а клубничка но не знаю короче вкус идеальный обожаю эти конфетки я вот три штучки взяла детям дать и сама покушаю все вот у меня тут закрыто все не стала я ничего убирать со стола просто так закрыла сейчас буду готовить свою курочку не пугайтесь курочка у меня тут не почернела я просто всегда за мариную в соевом соусе мне нравится такой привкус потом необычный такой какой-то не знаю короче такой не скажу что необыкновенный но такой необычный вкус не как это постоянно этот чесночок майонез и все кетчуп а тут соевый соус чеснок и красный перчик и приправа для курицы сейчас это все засуну в рукав и духовку а дочка моя попросила не запекать картошку вместе а сделать пюрешечку так что сегодня на вечер я буду вот такую огромную курочку готовить она нереально огромная честно вон моя рука и она но она явно на 5 килограмм потянет все кто обедает и ужинает приятного аппетита вот и были бы вы со мной рядом я бы с вами поделилась бы смотрите потом покажу что получилось девочки я вам вчера показывала ремшик вот этот прессованный такой жареный копченый что ли творог я его показывал таком большом куске а сейчас он в разрезе посреди какой знаете так я не знаю но и это не восточная сладость это явно наша такая традиционная национальная короче сладость просто вот например если курт очень минутку если курт он у нас соленый идет дату из творога вот его делаю там из жирного творога вот он он из нежирного это вот такой да получается то вот оставшийся творог у нас не оставшийся к чаю просто делают вот такую сладость боже я ее обожаю раньше не любила в детстве думал блин как можно кушать творог такой жареный вот видите вкус со временем меняется касса и вот то что это куша говорила что нас угостили еще одной версии на урус коже я перемешала со своей думаю это не буду моя версия простая а здесь видите но у меня дети не едят вот такой вариант у меня такого старшая дочка есть просто с кукурузой поэтому я не добавляла ни лапшу не мясо вот а та версия которую меня угостили видите здесь и фасоль и лапшичка и мяско и белая и бордовая фасолька может девочки вкус просто ну наверное на любителя будет мне никто не едят только я и свекровь обалденный вкус такой сладкий низ при не жирный не приторная такой такой ощущение как будто резинка конечно во рту такая но вкусная резинка буду сейчас курочку в этот рукав вложить положу наверно рядом морковочку картошку я уже поставила вариться сегодня у нас на вечер будет запеканка мы будем сами дома гостей пока что не планируем поэтому для нас принципе ну сейчас и тут выбор идет между детьми и гостями потому что обычно мы на науры с готовим либо нарум либо манты либо ну что-нибудь такое что на большое количество людей будет удобно подавать а тут раз у меня девочки захотели запеканочку будем кушать запеканочку запеченную курочку рукаве ну вот почти что подходит концу наш день 22 марта приготовила вот такой простой я не знала что приготовить из шпината из подручных средств сделала вот такой салатик потому что как оказалось моя дочь старшая не ест шпинат не ест редиску с огурцами но я решила вот так сделать потому что у меня сегодня будет курочка запеченная с гарниром в виде пюре думаю она это будет кушать сейчас садим мой сядем ужинать пирожка я вот так растолкала или как ее потолчила или девочки поправьте меня или растолкала ну короче я это ее перемяло я не знаю у меня уже словарь окончился закончился и короче вот приготовила пюрешку сейчас буду доставать курочку конечно ведь сейчас вообще ужасно в духовке сейчас дочка зайдет домой и все я уже буду ее доставать курочка уже разваливается девочки курица у меня из африки но в азиатском стиле у нее просто кожица коричневая за счет сои а так мяско у нее светлое так что не пугайтесь вот пюре тоже так просто смесь мякнула на тарелку не стала украшать мы сами дома нас никто не будет оценивать не ставить оценки так что все нормально всем приятного аппетита а